Продолжение следует... Кто смотрит нас в сети интернет, я хотел бы поблагодарить Юлию за... ...и сознание наше к восприятию Божьего Слова. Сегодня мы с вами поговорим об одной из важнейших библейских истин, которая, к сожалению, оказалась в глубоком забвении у исторического христианства. Речь идет о священническом служении Сына Божия, Иисуса Христа, сразу после Его вознесения от земли. Автор послания к евреям пишет следующее. Я начну этот текст чуть раньше, у нас не вошли все слова в этот слайд. Главное же, о чем говорим, пишет апостол, есть то. Мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священодействователь святилища Искинии истинную, которую воздвиг Господь, а не человек. Обратите внимание на вот эту преамбулу. Главное же, о чем говорим. То есть для автора этих слов тема, которую он поднимает, далеко не второстепенная. Для него это главная тема всего того, о чем он говорит. Служение истинного первосвященника в небесном святилище. А поскольку это служение, оно напрямую касается другой важной темы, темы нашего спасения от зла, греха и смерти, служение Сына Божия в небесном святилище представляется тем более важным. Тема Скинии, храма, святилища, а это все вещи одного порядка. Красной нитью проходит через все книги священных. То есть особенного, отличного от будничного, обычного. Храм, наверное, характеризует любую религию на земле. И у многих народов есть особые места, святые места, в которых воздвигают святые постройки, святые здания, в которых совершается служение и поклонение богам так, как люди это себе представляют. Но я хотел бы отметить то радикальное отличие библейского храма или Скинии, или святилища от этой общераспространенной религиозной практики. И главное отличие заключается в том, что смысл и назначение храма, о котором идет речь здесь, в этой святой книге, определяются самим богом. Не человек, хотя он и является существом религиозным по природе своей, определяет смысл и содержание служения, совершаемого в многочисленных храмах. Смысл, истинный смысл и назначение храма, о котором речь идет в Библии, определяется самим богом. И это отправная точка, которую мы обязательно должны иметь в виду. Вот что мы читаем в одной из древних книг Ветхого Завета, в книге «Исход». «Все, как я показываю тебе», – пишет пророк Моисей от имени Божия. «Все, как я показываю тебе, и образец Скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Моисей не по своим собственным чертежам строил эту святую постройку Скинию. Он сделал ее так, как ему было открыто, как ему было показано самим богом. В Священном Писании достаточно четко определено основное назначение Скинии, или святилища, или храма. Прежде всего, святилище призвано было стать местом обитания бога на земле. Послушайте, что сказано в этой же книге, в книге «Исход». «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди их». Так говорит Господь. Эта вот мысль о том, что Бог готов обитать с человеком здесь на земле, она настолько необычна, она настолько парадоксальна. Мы понимаем, что Бог, будучи существом совершенно запредельным и непостижимым для слабого и ограниченного человеческого сознания, казалось бы, не мог произнести такие слова, «Но Он произносит их, и устроят они мне святилище, и я буду обитать посреди них». И вы знаете, когда строительство этой земной Скинии было завершено, автор этой книги Моисей описывает, как облако оторвалось от вершины горы Синай и опустилось на Скинию собрание, и слава Господня наполнила то место. И вот это все зримо свидетельствовало о присутствии Божьем среди избранного им народа. Несмотря на то, что грех произвел разделение между Богом и человеком, между человеком и Богом, несмотря на то, что по причине грехопадения возможность прямого, непосредственного общения человека, с Богом, своим Творцом прекратилось, тем не менее, Бог не бросил человека на произвол судьбы. И сам Бог, сам Бог ищет другие пути, опосредованные пути для общения с согрешившими и заблудшими детьми своими. Но ясно одно – Бог готов обитать с нами. Где он может встретиться с Богом, где он находится в самом присутствии Божьем. Кстати, слово «скиния» с еврейского «мешкан», простите за ошибку здесь, означает буквально обиталище, место пребывания, место встречи. «Скиния», «святилище», «храм» – это не что иное, как место встречи человека с Богом. Истинное освятилище, как место пребывания Бога, передает парадоксальный характер бытия Божия, который мы уже отметили. Будучи таким далеким, запредельным, непостижимым, совершенно иной, иной природы, в то же самое время, Бог очень близок к нам. Он постижим здесь на уровне нашем человеческом, потому что Он входит с нами в соприкосновение. Вот как пророк Исаия передает всю парадоксальность Божьего бытия, ибо так говорит «высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя Его». Я живу на высоте небес, с одной стороны, и мы бессильны представить себе эту высоту. Где она? А с другой стороны, и во святилище, которое вы мне устроили, построили. А также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Вот такой Бог открывается нам со страниц Священного Писания. Итак, земное святилище, выполняя главную функцию свою – быть местом обитания Бога здесь, среди нас, в то же самое время провозглашала важнейшую весть о нашем с вами спасении. Скиния, святилище, храм, было ничем иным, как институтом научения нас, грешников, Божьему пути спасения. Весть эта раскрывалась в тех обрядах, церемонии, обрядовой системе была положена идея жертвы, жертвоприношения. Когда мы произносим эти слова «жертвы», «жертвоприношения», нам становится немножечко неуютно. Вообще, жертвоприношение – это неприятная сцена. Но, тем не менее, сам Бог избрал именно такой метод наставления, научения нас, грешников, для того, чтобы показать нам саму суть того спасительного плана, который Он открыл в Своем Слове. Многочисленные обряды, которые совершались в земной скини, можно объединить, условно, в две группы. Первая группа – это ежедневные обряды или ежедневные служения, которые совершались в первом отделении скини, которое, как известно, состояло из двух комнат. Вот в первой комнате, называемой «святое», совершались ежедневно эти служения, которые начинались во дворе скини, а затем продолжались в этом помещении, во святом. И вторая группа служений или обрядов – это обряды ежегодного служения. Ежегодное служение совершалось раз в году. И совершалось оно во второй комнате, во второй скини, если можно так сказать, которая называлась «святое святых», то есть самое святое место. И самым святым это место делало, знаете что? «Прибывание там славы Господней». Во святом святых находилась святыня народа израильского – ковчег, хранящий в себе заповеди Божии, каменные скрижали. И над этим ковчегом была крышка, которая, кстати, по-гречески называется «крышкой умилостивления» или «крышкой милости». Здесь являлась милость Божия, слава Господня, шахина. И вот смотрите, именно здесь, в самом святом месте, если можно так сказать, и совершалось таинство нашего спасения. Потому что справедливость, выраженная в нравственных принципах Божьего закона, деколога, встречалась с милостью Божией. Мы, грешники, обреченные на смерть за грехи свои, обретаем в глазах Божьих милость, потому что сам Бог являет ее к нам. Жертвоприношения, ежедневные жертвоприношения, совершались как в утренние часы, так и в вечерние часы. На жертвеннике всесожжения постоянно поддерживался и горел огонь, показывая тем самым, что грешнику всегда открыта дверь спасения. В любое время, дня и ночи, грешник может прийти со своими грехами, чтобы получить прощение и спасение. В этом как раз-таки и заключался смысл ежедневных служений. Проливаемая кровь жертвы была издревле символом искупления и очищения грешника. Так сам Бог постановил. Мы читаем в книге Левит, 17 главе, ибо кровь душу очищает. Вот проливаемая кровь невинного, совершенно невинного животного, агнца, она действительно действовала очищающе на человеческую совесть. Хотя мы понимаем, мы понимаем, что агнец, или это жертвенное животное, были лишь прообразом, прообразом истинного агнца Божия, истинного спасителя, истинного первосвященника Иисуса Христа. Важно еще раз обратить внимание на то, что система жертвоприношений, представленная в Священном Писании, это не человеческое установление. Она определена самим Богом. Послушайте, как Бог через раба своего, пророка Моисея, говорит, Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши. Я, говорит Господь, назначил вам ее для жертвенника. Это Божье установление, и мы, нравится нам это или нет, приятно ли нам говорить об этом или нет, мы должны с этим просто согласиться и это принять. Вот тот факт, что сам Бог устанавливает вот такую систему, такую культовую систему, свидетельствует о ее божественном статусе и свидетельствует о той серьезности, с которой каждый человек, грешный человек, должен подходить к ней. Кто-то может возразить, что жертвоприношения свойственны любой религиозной системе. Вы не найдете ни одной религии, где бы не было института жертвоприношения. Как в древности, так и сегодня. Во многих религиозных практиках присутствует элемент жертвоприношения. В чем разница? Разница между тем жертвоприношением, о котором говорится в Священном Писании, и общераспространенной культовой практикой. Разница кардинальная. Поклонение всегда было направлено от человека к Богу, чтобы Бога как-то задобрить, чтобы его как-то умилостивить, чтобы его как-то расположить к себе. То в истинной системе Бога поклонения на жертву и на жертвоприношение идет не человек. На жертву идет сам Бог ради человека. В языческой системе человек должен приносить Богу жертвы, и чем больше жертв, тем больше шансов получить Божье благорасположение. В истинной системе Бога поклонения. Бог идет на жертву ради человека. Пророк Исаия, вот обличая эти языческие представления, которые, к сожалению, вкрадывались и в среду народа Божия, писал, писал довольно-таки жестко, обращаясь к своему народу, к чему мне множество жертв ваших от имени Божия? К чему мне множество жертв ваших? Не хочу я ваших жертвоприношений. Потому что если человек думает, что своими жертвами, своими обрядами он угождает Богу и тем самым располагает его к себе, на свою сторону, он не понимает сути всего. Это не истинный путь Бога познания и обретения спасения. В Священном Писании подчеркивается этот важный момент, что сутью Божьего плана спасения является жертва, приносимая самим Богом ради человека. И каждый агнец, заколаемый грешником, над которым человек исповедовал грехи свои, он был прообразом истинного агнеца Божия, как мы уже сказали, Сына Божия Иисуса Христа. Никакого грешника не упадает, если верою грешник не провидит истинного агнеца Божия, обетованного Мессию, Сына Божия, Иисуса Христа. Иисус Христос есть истинная жертва за грехи людей. Пророк Исайя пророчествовал об этом. За много веков до исполнения этих пророчеств «Господь возложил на него грехи всех нас». Итак, в первом отделении земной скини совершалось служение, которое начиналось во дворе и продолжалось во святом в первом отделении ежедневных жертвоприношений. И грешник, приходя на это святое место, исповедовал грехи свои, убивалось это жертвенное животное, и затем священник вносил кровь закланного животного в это святое место и кропил там этой кровью перед завесой, внутренней завесой. Тем самым, как бы, свидетельствуя грешнику о том, что с него грех снят, вина с него снята. И эта вина возложена теперь на кого-то еще. Этим кем-то является сам Господь, присутствующий на святом месте. Теперь, как бы, Бог принял, принял на себя бремя, бремя грешника, раскаявшегося и исповедовавшегося перед ним. Но это не все, что связано с земным святилищем. Мы уже сказали, что раз в год совершалось еще одно очень важное служение. Оно совершалось во второй комнате, названной «Самое святое место» или «Святое святых». Это служение, как мы отметили, совершалось однажды в год во втором отделении Скини. И в это отделение мог входить только первосвященник. Только первосвященник. Это был по иудейскому календарю десятый день седьмого месяца. Он назывался еще в иудаизме как «судный день» или «день очищения». Будучи однодневным праздником, он отмечался с особым благоговением, с особым трепетом. В Священном Писании описывается сам процесс подготовки, «Вымыть одежды свои». В этот день было особое торжественное собрание. Что же происходило в этот день, так называемый «судный день» или «день очищения»? В этот день брались два животных из стада, подводились ко входу в Скинию, и бросался жребий. Одно животное для Господа предназначалось, второе, называемое по-еврейски «азазель» – для отпущения. То есть для того, чтобы его потом отпустить. Но первое животное, на которое выпадал жребий, для Господа, приносилось жертво. Проливалась его кровь. Но особенностью этого жертвоприношения было то, что никто, ни один грешник, не исповедовал грехов своих над головой этого невинного животного. И когда священник вносил кровь этого животного, причем во святое святых, она была как бы символически чистой от грехов, она была непорочной. И он кропил этой кровью над крышкой ковчега. И это прообразно означало очищение святилища, очищение скинии или храма от тех многочисленных грехов, которые накапливались в течение года. Такова символика этого дня, дня очищения. И вот после того, как священник совершал этот обряд, он подходил ко второму животному, которое, как я уже подчеркнул, не приносилось в жертву. Над этим животным он исповедовал все грехи своего народа. И потом это животное снарочным уводили далеко в пустыню. И там его оставляли. Поэтому оно так и называется – для отпущения. И вот как мы читаем в книге Левит в 16 главе об этом. «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую». Таким образом, грех как бы символически удалялся из стана народа Божия. Но у нас, наверное, нет вопросов относительно первого животного. Символом кого является это животное, которое приносится в жертву, кровь которого чистая и непорочная, крапится во святом святых. Конечно же, это символ Сына Божия, Иисуса Христа. Относительно второго животного, большинство исследователей считают, что поскольку оно в жертву не приносилось, оно не может указывать на Сына Божия, на Иисуса Христа. И, скорее всего, символизирует противника Божия, дьяволу и сатану, который является первоисточником греха и зла на земле. И который в конечном счете понесет на себе всю ответственность за то страшное зло, которое он причинил, ввергнув род человеческий в грехопадение. Весьма важным для более полного уяснения темы святилища и его основных обрядов является институт священства. Вы уже заметили, что в Скинии служение совершали так называемые священники и первосвященники. Для чего? Какова была их роль? Скорее всего, учитывая то, что грех создал неодолимую пропасть между Богом и человеком, и сам человек бессилен перекинуть какой-то спасительный мостик через эту пропасть, сам человек не может решить проблему своего отчаянного, отчаянного положения. Он, человек, нуждается в посреднике. В посреднике. Обратите внимание, что грешник не имел права входить во святое место, тем более во святое святых. В святом присутствии Божьем грешник просто испепеляется, простите меня за это. Бог, Бог, будучи святым, святым, непримиримым ко греху, естественно, реагирует на грех вот таким образом. В святом присутствии Божьем ничто греховное существовать просто не может. Вот почему институт посредничества. Священники, особые люди, посвященные для этого служения, отделялись для того, чтобы выступать такими посредниками. Но мы должны подчеркнуть, что земной священник, включая и первосвященника, тоже были всего лишь прообразами истинного священника, истинного первосвященника, коим для нас является Сын Божий, Иисус Христос. Автор послания к евреям в четвертой главе пишет, «Итак, имея первосвященника великого и Иисуса Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего». Именно Иисус Христос является истинным священником нашим, ходатайствующим перед Отцом Небесным за грешника. Так вот, беглое, даже такое беглое знакомство с основными обрядами, которые совершались в земной скине, помогает нам понять одну очень важную вещь. Все это, все это было лишь отражением, отражением, земной материальной копией, куда более важных и серьезных вещей, совершаемых в Небесном Святилище. И я опять возвращаюсь к нашему первоначальному тексту. «Главное же, о чем говорим, пишет апостол, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священодействователь святилища Искинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек». Так вот, давайте теперь наше внимание постараемся переключить на это истинное святилище, которое воздвиг Господь, а не человек. можно ли говорить о реальном, не метафорическом характере небесного святилища? Практически все богословы полагают, что речь идет о метафоре. Мы метафорически должны все это понимать. Однако такая вот позиция, она расходится с ясным учением Священного Писания. Во-первых, небесное святилище в Священном Писании названо истинным. Названо истинным, поскольку оно поставлено не человеком, а Богом. Мы только что прочитали этот текст из восьмой главы послания к евреям. Земное, земное святилище, каким бы реальным оно ни было, никогда не называется истинным. Истинным называется небесное, а земное, оно лишь отражает небесное. Оно построено по образцу небесного, по образцу истинного. Естественно, возникает вопрос, если небесного святилища нет, как оно может называться истинным? И не должна ли реальность истинного превосходить реальность земного? Копии. Во-вторых, небесное святилище названо лучшим в Священном Писании. И вот в каком смысле, в каком смысле оно лучшее? Во-первых, небесное святилище связано с лучшим заветом, утвержденным на лучших обетованиях. Это все из текстов, которые вы видите здесь в скобочках. Небесное святилище связано с лучшим заветом. Завет – это некий союз, договор наш с Богом. Он лучший, этот завет, по сравнению с заветом Ветхим, в основу которого положена кровь в живот греховной скверны. Кровь Сына Божия, Сына Божия, лучшего первосвященника, лучшего завета, способна это делать. Во-вторых, святилище названо лучшим, потому что оно является нерукотворным, и оно не принадлежит к сотворенному миру. Что лучше? То, что здесь на земле сделано руками человеческими, из каких-то материалов, доступных нам здесь на земле, или то, что отражает небес, конечно же, то, что связано с Богом, с истинным святилищем. Небесное святилище названо лучшим и чою потому, что оно, вернее, в нем совершает служение лучший первосвященник. Какого земного первосвященника можно сравнить с истинным первосвященником, с Сыном Божиим Иисусом Христом? Далее. В нем, в небесном святилище, совершается лучшее служение, подчеркивает Афганистан. Первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета. Далее. Обеспечивает лучшую надежду. Небесное святилище обеспечивает для нас лучшую надежду. И так далее, и так далее. Смотрите, как автор этого послания к евреям превозносит реальность небесного святилища, в котором совершает служение истинный первосвященник. Хреб $ в небесном святилище сразу после вознесения, как истинный посредник и ходатай за грехи людей. И отныне именно небесное святилище, небесный храм, о котором так много говорится в Апокалипсисе, в последней книге Библии, становится центром мироздания, к которому приковано внимание всей вселенной и к которому должно быть приковано внимание всех грешников. Именно здесь, в этом небесном храме, Христос совершает свое ходатайственное служение, и грешник может в любое время обращаться к Иисусу Христу как истинному первосвященнику. С какой радостью и надеждой пишет Иоанн своим собратьям по вере об этой возможности, дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за грехи наши, но и за грехи всего мира. Отныне все сатанинские обвинения в адрес детей Божьих не имеют никакой силы. Послушайте, как апостол Павел в послании к римлянам вопрошает, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер и воскрес, Он и одеснует Бога, Он и ходатайствует за нас. Вот почему в Священном Писании верующие призваны без страха, без сомнения, без смущения свой мысленный взор направлять к небу, в небесное святилище, где совершает свое спасительное служение Сын Божий, Иисус Христос, истинный первосвященник. К сожалению, в истории христианской церкви произошло грубое искажение вектора спасения, направленного по вертикали от земли к небу, от человека к Сыну Божию в небесном святилище. Вместо того, чтобы иметь вертикальные направления и обращать внимание грешников на истинного первосвященника, сегодня внимание очень многих верующих христиан приковано к земному священнику. Институт земных посредников, многих святых, он заслонил от взора многих верующих людей истинного посредника, истинного первосвященника, Сына Божия, Иисуса Христа. Мы должны согласиться с тем, что логика библейского символизма, связанного с земным святилищем, такова, что когда на смену, когда оно, будучи отражением истинного и лучшего, утрачивает свое значение, как это случилось со смертью Иисуса Христа, тогда на смену приходит именно истинное и лучшее небесное святилище. И земной храм, и институт священства в новозаветней истории уже не может играть той же роли и той же функции, которой они играют. Церковь, основанная Христом со всей своей обрядностью и институтом священства, никогда не должна заслонять от приходящих в нее истинного священника. Не должно быть так, чтобы церковь со всей своей системой, многосложной системой и институтом священства заслонила от взора приходящих в нее истинного первосвященника, совершающего служение свое в небесном святилище. Церковь должна помогать верующим направлять все свое внимание на небесного заступника и ходатая Иисуса Христа, но ни в коем случае не приковывать внимание к себе. Вы знаете, вот такая печальная картина была в свое время предречена, предсказана великим пророком Даниилом, который говорил об отступнике, который будет низводить истину Божью на землю, который отнимет у него, то есть истинного первосвященника, его ежедневную жертву. Для того, чтобы вы поняли, что я хочу сказать и о чем идет речь, я приведу пример. Этот пример описывает бывший ректор Ленинградской духовной академии архиепископ Михаил Мудюгин в своей книге «Русская православная церковность». Он описывает один эпизод, который имел место в его пастырском служении. Он как-то принимал участие в поместном соборе, русской церкви в Москве и между заседаниями, «Русская православная церковь в Москве и между заседаниями, человек возмутился, он подошел к этому человеку, которого он называет новоявленным язычником и говорит, что не пристало так молиться православному верующему. И когда этот человек услышал, что ему делают замечание в храме, он огрызнулся и последовало ругательство, богохульное ругательство в адрес Сына Божия, Иисуса Христа. Вот к чему приводит изменение спасительного вектора от земли к небу, к небесному святилищу, к небесному заступнику и ходатую, к истинному первосвященнику. Если мы не видим истинного и лучшего святилища небесного, и того, кто совершает там свое заступническое служение за нас, то, естественно, тогда наше внимание будет приковано к земным посредникам. «Взирайте», – призывает апостол, – «на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». И этот призыв апостола обращен сегодня ко всем нам. «Взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса, не на земных посредников, на Иисуса, который является единственной жертвой за грехи наши, и о котором мы сегодня говорим. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись». Вот о нем, нашим истинным заступнике и ходатай, к которому мы всегда можем обращаться, к которому мы всегда можем приносить бремя грехов своих, поет выпускница Завокской Духовной Академии Светлана Батурская. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Теперь хочу тебе я жизнь отдать Омой меня и дай свое прощение Теперь хочу тебе я жизнь отдать Спасибо, Свет. Вот давайте будем помнить о том, что есть сегодня истинное святилище, небесное святилище, в котором совершает спасительное служение, истинное первосвящение, сам Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Мы можем обращаться к Нему со всеми нашими больными, страданиями, нуждами, переживаниями, со всеми грехами нашими, будучи уверены в том, что Он всегда нас примет. Он не откажется от нас, если мы искренне и с покаянием приходим к Нему. Не будем искать окольных путей, какими бы привлекательными они нам ни казались. Взирайте на начальника и совершителя веры нашей Иисуса Христа. Он вместо предлежавшей Ему славы претерпел крест. Он один претерпел крест. Он один умер за грехи наши. Поэтому только Он один имеет право считаться нашим первосвященником, нашим ходатаем, нашим заступником, нашим искупителем. Если вы готовы прийти к Нему, истинному первосвященнику, своему заступнику и ходатаю, прямо сейчас я приглашаю вас подняться. И в молитве нашей мы выразим Богу нашему благодарность и признательность за то, что Он открылся нам в Слове Своем. Открыл нам эту важную, замечательную истину о небесном святилище, в котором сегодня совершается наше с вами спасение. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Во имя Сына Твоего, нашего Спасителя, нашего истинного первосвященника, мы обращаемся к Тебе в небесное святилище и приносим благодарность за эту великую жертву, которая была принесена ради нас, грешных и заблудших детей Твоих. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты не погнушался немощами нашими, за то, что пришел наш грешный мир, претерпел здесь на земле все муки ада, но воскрес и вознесен был от земли для того, чтобы продолжить свое спасительное служение за нас, детей своих. И мы благодарны Тебе, Господи, за то, что можем знать Тебя и обращаться к Тебе в любое время с дерзновением, будучи уверены в том, что Ты услышишь нас и ответишь на наши молитвы. Великая слава, честь, поклонение Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы благодарим всех тех, кто смотрит нас в сети интернет. Мы благодарим всех вас, дорогие друзья, кто приходит. Соглашаем на последующие встречи. Завтра речь пойдет о судьбе, посмертной судьбе человека. Что ожидает человека после смерти? Есть ли жизнь за гробом? На этот вопрос даются самые разные, порою противоречащие друг другу ответы. Что говорит на этот счет Священное Писание? Не пропустите этой встречи. Ждем вас завтра. А сейчас мы с вами прощаемся. Божьих вам благословений. Всего вам самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok